друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы если они есть в тексте с комментариями конечно же не забывайте что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала market с торговыми идеями котором на ежедневной основе мы постим аналитический контент как дополнительная помощь вам в принятии торговых решений ну что ж на этой неделе в конце начинается заключительный месяц этого года и я думаю не будет привлечением если мы скажем что мы вступаем в самый волатильный период для финансовых рынков уходящего 2022 года потому что сразу же в первых на первые две недели декабря нас ждут отчеты non-farm perils также данные по инфляции в сша и конечно же 14 декабря состоится долгожданное заседание американского регулятора на котором будут решены многие вопросы касательно именно дальнейших перспектив американской денежно-кредитной политики фактически уровень процентной ставки и я уверен то что на этом заседании решится судьба американского доллара индекс американской валюты сейчас котируется в районе 106 29 некоторое время назад мы обозначили сценарий который собственно и реализовался это когда индекс доллара будет консолидироваться в довольно широком диапазоне с сохранением потенциала нисходящего движения и этот период консолидации продлится вплоть до появления на рынке следующего мощного фундаментального триггера собственно в эту пятницу отчет non-farm perils который может уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики это для тех кто сомневается что фрс будет и дальше повышать процентные ставки но я заранее вам хочу сказать друзья что сомневаться в этом не стоит фрс как был привержен политики высоких ставок так и остается и на декабрьском заседании ставка будет повышена на 50 базисных пунктов вероятности этого сейчас составляет больше 80 процентов я не могу себе представить сценарий при котором фрс например может согласовать более скромное повышение ставки ну и собственно также сейчас я разделяю точку зрения тех кто считает что и на 75 базисных пунктов пойти будет слишком опрометчивым решением консенсус прогноз предполагает повышение ставки на 50 базисных пунктов но сам факт того что политика будет и дальше ужесточаться подчеркивает а тот факт что фрс замотивирован как и раньше на борьбу с высокой инфляцией а инфляция безусловно остается крайне высокая в сша 77 процента что больше чем в три раза выше целевого ориентира на протяжении последних двух недель мы слышали многих представителей американского регулятора и все они единогласно были в оппозиции того что американский регулятор остается предан своему мандату борьбы с высокой инфляцией поэтому он будет и дальше повышать процентной ставки потому что на текущем этапе ключевая ставка американского регулятора находится на отметке 4 процента а это по словам опять же самых авторитетных представителей федрезерва совершенно не ограничивающий уровень экономический рост настолько чтобы вот это охлаждение сказалось на снижение потребительской активности ну то есть говоря простыми словами экономика находится в том состоянии сейчас при котором инфляция имеет такие локальные экономические и естественные предпосылки для того чтобы расти дальше и федрезеру необходимо повысить ставку до того уровня при котором она окажется на ограничивающей планке и помните комментарии главы сент-люиса джеймса булларда о том что этот уровень находится где-то в районе пяти с половиной процентов это значит что ставку нужно повысить на 50 базисных пунктов сейчас до четырех с половиной процентов и возможно на ближайших точнее последующих трех заседаниях американского регулятора это уже со заходом на первое полугодие 1023 года поднять ее еще на один процент что вполне реально и естественность с учетом текущих экономических условий индекс доллара останется безусловно тем активом за которым мы продолжим следить я напоминаю что дальнейшая стратегия наших действий если вам интересна моя точка зрения если вы соотносите свою торговую активность с ней хочу повторить что мы ждем сначала заседание американского регулятора точнее данные по инфляции которые выйдут перед заседанием резерв следим смотрим за фактическим показателем если инфляция снова снизится и будет снижение зафиксировано не только по основному показателю но и по базовой инфляции то тогда на основании двух месяцев снижения подряд можно будет сделать предварительный вывод о том что индекс доллара достиг своих пиковых значений и дальше политика американского регулятора будет становиться все менее и менее жесткой и спустя какое-то время федрезерв возьмет в паузу в очередном цвете ужесточения монетарной политики поэтому в ближайшие скажем три недели мы точно с вами определимся друзья разворачиваемся ли мы по индексу доллара начинаем ли мы его шортить либо с длинной позиции мы благополучно уходим 2002 23 год но этот сценарий будет актуален только в том случае если после выхода предстоящего релиза по инфляции мы увидим более высокие значения базового индекса потребительских цен пока что я сохраняю длинные позиции жду соответственно но он фарм перлс данные по инфляции заседания американского регулятора ждать в принципе осталось недолго золото которое мы также добавили в список наших торговых инструментов сейчас актуально снова длинные позиции я удерживаю цели 1800 и выше котировки в моменте 1750 то есть до вот этих значимых фундаментальных событий которые я назвал покупатели золота могут воспользоваться замешательством трейдеров которые еще точно не знают что лучше делать с индексом американской валюты сейчас шортить или все-таки а покупать и вот это вот незнание неизвестность и неопределенность это традиционный фактор поддержки для тех кто не сомневается в отношении золота на стороне покупок золота еще снижение доходности американских облигаций золото традиционно конкурирует стрейджи и соответственно когда те приносят меньше доходности золото становится более привлекательным активом а ситуация в китае которая умрачает перспективу мирового экономического роста фактор поддержки для защитных инструментов даже крах биржи ftx который мы сейчас чуть позже поговорим это тоже фактор а повышенно спроса на защитные инструменты на альтернативу которая обычно спасает в периоды серьезной такой экономической неопределенности я думаю что криптовалютное пространство сейчас сам такая степень неопределенности и накрыла рынок нефти 81 доллара за баррель ну чуть выше не будем придираться фактических центом главная причина снижения рынка нефти это китай поскольку каждый день фиксируется новые рекордные показатели по числу заболевших это за все время пандемии это новая вспышка коронавирусной инфекции и вводится локдауны пекин шанхай гуанчжо шанжэнь то есть финансовые промышленные центры постепенно изолируется это конечно же влияет на экономическую активность подрывает основы будущего экономического роста и для тех кто следит за рынком нефти это безусловно серьезный фактор который омрачает перспективы будущего спроса увеличение спроса на углеводород и даже сейчас с учетом тех ограничений которые уже введены потребление а нефти в китае снизилась на 1 миллион баррелей по сравнению с показателем прошлой годней давности есть также два очень важных событий для рынка нефти это следующая неделя во первых 4 декабря состоится очередное заседание опек плюс на котором будут принимать решение о том стоит ли увеличивать объем нефтедобычи чтобы покрыть потенциально выпадающие объемы поставок из россии потому что вроде бы как 5 декабря уже точно должно быть финальное решение по потолку цен на российские углеводороды сейчас предлагаем не гадать что там будет после лучше ждать мы вне сделок и хорошо что вышли после теста 90 долларов за баррель потому что с тех пор рынок нефти провалился еще на 12 процентов ищем оптимальную точку входа я думаю что либо в конце следующей недели либо уже после 5 декабря такая точка входа будет найдена криптовалютный рынок bitcoin 16190 долларов за один bitcoin соответственно снижение продолжается напомню что главная тема это банкротство биржи ftx и потери средств миллионами инвесторов и еще одно негативные последствия из-за того что эта компания 2 по величине криптовалютная биржа очень тесно сотрудничала с другими компаниями криптовалютного сектора проблемы начались и у последних это galaxy digital sequoia capital крипто ком генезис любая из этих компаний может в любой момент друзья объявить тоже серьезных проблемах с ликвидностью с выводом средства ну и соответственно стать следующий в на списке тех кто поддаться на банкротство в сухом остатке сохранение этого негатива продолжит омрачать перспективы роста оттягивать очередной булран многие считают что эта зима затянется уже на 2023 год а если мы еще добавим сюда тему что в этом году сразу случился крах атера лапса с ее нативным токеном луна и в бирже ftx понятно что власти серьезнее займутся сейчас регуляции криптовалютного пространства и может быть придут каким-то фактическим решением которые сделают криптовалютный рынок менее привлекательным точнее лишит его прежней вот этой приватности на которой он обладал я думаю что распродажи продолжатся и не отказываюсь от своей идеи того что биткойн легко может протестировать 15000 оказаться даже ниже что касается других финансовых активов пока не распыляемся друзья вот на индекс доллара золото биткоин это основная ставка сейчас посмотрим затем как поведут себя риски уже после заседания американского регулятора но и с этими инструментами сейчас можно работать также повторяю что поскольку сегодня понедельник состоится в 16.00 по московскому времени традиционный вебинар правильный понедельник и тему определите вы сегодня в нашем телеграм-канале традиционно мы проведем опрос предложим вам несколько тем на выбор та которая наберет больше всего ваших голосов станет основной в ходе моего предстоящего выступления на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока